Начинается. Вот Александр Иванович, я говорю. Ехал с Лешей. Александр Иванович, Александр Рустинов говорит. Мне детей позвать во время беседы? Я думаю, если можно, пусть бы они тут побыли. Нас не пускают к Евангелию, к Библию, потому что мы лжем на каждом шагу. Это он говорит, а со спленки. Сейчас должен быть период траура, печали. Я не столь жалею о гибели плоти, сколько жалею плачу о гибели души. Ведь в таком состоянии и оборвать жизнь, в каком состоянии духовном он находился, это вообще гибель. Гибель. Священнику послали узнать, как быть. Отвечает оттуда. Молитесь, все то, что положено. Ну, как думаю, ослушайте священника. Лучше бы, я думаю, не посылал его. Поступил бы по своей воле. Нельзя. Значит, ослушайте, не позволяет сердце. Но, как мы говорим, со святыми упокоя Христе душу у раба своего. Со святыми. Ведь это же для святых. Считал здесь канон Андрея Федотович. Был 9 дней. Я не могу от слез держаться. Когда дошел до этого места, всю жизнь поработал тебе. Написано. Остановился и говорю, увы, нет этого. Надо считать, а Миша эти слова нет о том. Хоть в каноне это и написано, увы. Но Миша не провел всю жизнь в Боге. Сейчас мы должны находиться от печали в Сетоне. Трауры у нас. В понедельник меня дома не было. Я на даче работал. Там и заночевал. Они тут. Федька, Ленька. Учинили драку около остановки. Каких-то двоих пьяных побили. Да сильно вроде побили. Те пообещали не оставить так, отомстить. Я говорю, что вы делаете? Наше ли дело? Наша ли идеология обижать других? Когда мы должны быть всеми обижаемыми, сами и терпеть этих... Это угодно перед Господом. Я им сказал, не пройдет вам это так. Не пройдет. За каждое праздное слово Господь сказал, дадите ответ. Чем мерите, тем вам будут отмеряться. Вот чем вам будет отмериваться. Подумайте. Игнатий Лапкин. Я отвечаю. Вот вы примерно хотя бы последнюю неделю коротко объясните, какое поведение было у Миши. Как случилось? Какой день? Что вам известно? Точно. Только. Александр Устинов отвечает. Как в последнюю неделю, так и в предыдущую. Все недели были только в том, что друзья выпить и искать, с кем подраться. Как я могу опровергать, когда родной отец говорит о сыне? Это с пленки взято. Тут до запятой. Прямо искал, потому что он служил в десантных войсках. Там учили дракам, самбо, карате. Это мы их учили. И вот он теперь решил приехать и все это на практике применять. Сразу приезд его чем ознаменовался? Напился, повыбил все стекла у соседей через три дома. Не надо придумывать еще. Это отец говорит. Я говорю, а за что? Не знаю, не могу сказать. Я спрашиваю, а вы знаете, ребята, мы недолго будем здесь. И мне так хочется всех вас видеть. Это я к ребятам говорю. Очень соскучился о вас. Это Леня. Иди сюда, Леня. Побудь немножко. У Александра Ивановича восемь сыновей и две дочери. Александр Иванович Устинов говорит, где там Федя и где Петя? Я говорю, ты думаешь, из-за чего это было? Леня Устинов, родной брат Миши говорит, ну там вот что. Там у него знакомая девушка была, ихняя дочь. Александр Иванович Устинов. Когда он приехал, ну вроде пошел к ней. А я говорю, Мишаня, слушай, жениться надо искать, чтобы она была религиозная. Не надо нам засорять вот так. Сестра наша Аня, значит, вышла как попала. Ольга вторая сестра как попала. А потом их довершай. А они как были безбожники, так и останутся. А я не хочу, чтобы так. Понятно? И так по порядку. Все, вся пленка здесь. Интересно? Это любого. Это все на форуме. Только он родился не в апреле месяце, а в августе месяце. Не знаю, это данные мне такие дали. Кто? Ну папа родился. Я когда памятник делала, у него 10 августа рождения. Не знаю, это дети сказали, дети прислали. А у него просто он себе придумал 22 апреля. Ну может быть так, но дело в том, что дети прислали эти данные. А кстати, в августе тоже есть Александр. А вот теперь сейчас я посмотрю, где-то, сейчас, может быть, даже здесь есть. Я не помню, это сейчас у меня с вами матери, но он, говорили, что он весной, поэтому он... А почему в паспорте написано, в августе день рождения? Это вот все наша беседа идет, смотри сколько. Это все беседа идет. Вот. Это вот сколько идет, это считать, это все наша беседа. Вот ваша фотография. Это уже она прямо в тексте. У меня другой не было. Устинов Александр Иванович, истинный герой веры Христовой. Продолжение 5. А стихи есть у вас его? Так. Теперь дальше вопрос. Даю несколько выписок из книг, где упоминается об Александре Устинове. Вот где. У знакомой женщины 6 дней назад пропал сын, 20 лет. Она в церкви ставила свечку за упокой, как ее научили. Но свечка все время гасла. Что это, суеверие или что-то в этом есть? Какие молитвы ей считать? Она не одеется, что он еще жив. Я отвечаю. Вот обычное состояние неподготовленной души. Ян Златоуст говорит, что страдание от наступающего увеличивается от того, что человек неподготовлен был к этому событию, к несчастью. Вот еще один случай, когда видно, что намного выгоднее быть в жизни пессимистом. И дальше все понимаю. С Александром Ивановичем было. Видите как? Вопрос. И дальше вот я кручу, это все ответ идет. Все ответ, ответ. Да еще не последняя страница. Ну-ка я посмотрю, какое посещение сегодня. Сколько человек зашло на форум. Так, вчера было 94, 92, сегодня 87, на 3 человека сегодня больше, или сколько тут, 13, чем вчера, а сегодня больше еще. Роботы посещали, вчера 171 раз, 176. Что за роботы? Это роботы, роботы заходят, и материалы разбирают, и там разносят плави везде. Ну так сделано. Это вот наш форум. Так здесь материалы сколько, допустим, вас интересует ИНН. Ну, к примеру сказать. Вот, сейчас посмотрю. Вот посмотри. Роботы, это когда определенную тему кто-то пускает и ищет. Ну-ка иди, заряди слово ИНН. Где она есть, он оттуда уже убирает робот. Общий поиск. Брат, это Сергей, пожалуйста, сделай. Сережа, ИНН, поставь. ИНН, вот сюда, три буквы. Па, сейчас ты ткнул, что-то задел в другую. Верни назад. Ну, и спать-то охота. Подожди-ка. Нет, не то. Ты видишь, куда горнул его. Аня, у вас есть кипяточек? Есть, сейчас делаем. Утром так бронхи болели, я, видимо, постудил. Может, следом сделать? Ну, не надо, просто кипяток. Ну, тогда, это не надо. Общий поиск. Три буквы. Заряди. А может, у пирогов поедите с чаем? Нет, напишу питочку. Пирогов с чаем поедите? Утром, утром. А, Игнат Дихонович? Что? Пирогов с чаем будете? Никак. Мы сейчас только помолимся. Николай, где? Уже лег, наверное. Все, он ушел. Все. Все, шит. Мы сейчас помолимся. Вот, смотрите. Где? Человек попал в секту. Неодиночество. А где вы спите? Я буду кровать. Вот сколько мест. Все про ИНН. Пожалуйста. Все, я отхожу. Кокон. Что я спит?